все спят смотрите там есть немножко снежка сегодня уже по-моему 15 декабря и там есть немножко снежка сегодня 14 за ваше здоровье свиночки? ну я тебе сейчас отдам ну на, ладно я никак не буду это комментировать просто смотрите у меня здесь яиченка с помидорками хлебец с авокадо зерненый творог и болгарский перчик и еще сейчас сделаем какао я в холодильнике нашла тыквенное пюре на самом деле здесь не тыквенное пюре я когда-то делала с помощью меда, пряности как раз таки пюрешки типа как сироп вываривала его вот и он у меня так и остался и так как здесь очень много меда это получилось как консервант и он еще стоял в холодильнике поэтому он сохранился несмотря на то, что он стоит здесь довольно-таки давно поэтому я сейчас его наконец использую освобожу в баночку и делаю себе какао с тыквенопрянным сиропом если что, я потом расскажу, как делать этот сироп берем ковшичек в стаканчик наливаем молоко я наливаю чуть больше половины стакана остальную часть заливаю водой и теперь все отправляем либо в микроволновку либо в ковшик, как я блин, я надеялась, что я не приняла включаем достаем какао Несколько я не пью, потому что он с сахаром у меня, кстати, его здесь еще мало осталось насыпаем какао я досыпала всю эту обычно на такую чашку я добавляю где-то чайную ложку и мешаем размешиваем какао когда молоко уже начинает нагреваться я добавляю эту штуку она у меня здесь уже со всеми пряностями и со сладостями то есть с мядом поэтому я больше ничего добавлять не буду мешаем и не доводим до кипения переливаем его в чашечку доброе утро, ребята сегодня у нас 14 декабря суббота я всю неделю ждала выходных чтобы один день посвятить тому что буду целый день снимать влог буду с вами разговаривать много болтать и я вам с радостью объявляю что это уже потихонечку влогмассы вселенная как знала что я сегодня начну снимать влог и поэтому она сегодня выпустила немного снега на улицу потому что так у нас вообще впечатление будто весна я сегодня хочу начать украшать свою комнату для этого мне надо убраться в ней я сегодня буду вешать гирлянду у меня она вот такая вот потихоньку мы с вами начинаем мою серию влогмассов в этом месяце сегодня мы еще поедем в торговый центр потому что я буду покупать подарки уже надо начинать вчера я кстати заказала заказала две гирлянды одну светодиодную ленту одна гирлянда вот такая вот в виде шариков это для меня у меня такая уже есть с Алика но она вся разваливается и вторая точно такая же гирлянда только с разноцветными шариками и вот эта вот светодиодная лента у меня никогда не было но она мне будет нужна для задачи Х отчасти ну в общем в видео все увидите так почему у меня две гирлянды одна для вас потому что у нас Слав из Маши совсем скоро в моем инстаграме будет новогодний розыгрыш мы будем разыгрывать в сумме 8 подарков и они очень крутые я сегодня тоже их буду отчасти покупать собирать вам из косметики лашбокс я уже второй раз в своей комнате нахожу божью коровку она скорее всего сейчас спит и она каким-то образом оказалась на моей кисточке я уже одну просто нашла и отправила ее в сарай в сено в коробку чтобы она была там в спячке а потом она туда вылезла в моем инстаграме у нас с Машей будет гиф единственное условие для участия это подписка на определенное количество людей в общем то да у нас с Машей будет новогодний розыгрыш мы сейчас не покупаем подарки вся информация будет в моем инстаграме где-то сейчас выплывет отметочка и вообще я там веду блог очень вас жду буду рада что вы подпишитесь что творится в моей комнате мне надо менять постельное белье потому что я его как-то запачкала кровью с ноги у меня была рана я ее содрала в итоге она много кровила тут валяются джинсы диван весь незаправленный упаковки от съеденных мною батончиков на полу лежат призы девочки которые выиграли эти призы они в общем я не могу их найти то есть я скринила их ники и сейчас их просто нет надо будет в сторис еще сделать объявление если никто не найдется то я их буду заново разыгрывать еще пакеты для того чтобы отправлять авокадо которые лежат вот здесь они кстати тоже сгива гирлянды сделаем вид что вот этого вы не видели это мне в следующей жизни понадобится в общем да сначала надо будет все убрать письменный стол в том числе и потом я хочу вот сюда с занавесом вот так вот повесить гирлянду она у меня как-то уже висела а потом поедем с вами в торговый центр за подарками я сейчас доснимала кусок до своего предыдущего видоса вы его наверное уже видели надеюсь что видели я даже не знаю с чего начать просто у меня сейчас начать заниматься делами и не знаю с чего начать может пойти еще какао выпить я знаю что вам сказать я недавно пересматривала свои влоги неделю влогов с февраля прошлого года учебного там были все ребята Максим Федя Саша Кристина никто еще тогда не ушел и что-то мне стало прям так грустно у нас там такая большая компания я еще жила с момента когда Федя пришел ну в кадр говорит доброе утро и тут он сносит коробку с мелом блин на самом деле сейчас у нас все изменилось у нас как-то все не так не так душевно что ли тоже классно но с другой стороны что-то изменилось как-то поменялся коллектив в общем я смотрела мне было даже прямо грустно я написала Федя Федя сейчас в Америке и он там собирается оставаться мы думали все что он уедет на один год и вернется к нам в одиннадцатый класс Федя так не думал в общем да это все грустно так как вы уже видели предыдущее видео я могу вам показывать телефон папа у меня еще единственный не начал пользоваться телефоном просто потому что маме я подарила телефон во-первых раньше а во-вторых у нее был айфон я сразу ей просто данные перенесла и все папа был андроид и он думал как сделать может быть оставить два телефона потом они не могут никак купить симку в итоге я ему переставляю его старую симку с андроида на вот этот телефон вроде она подходит в общем сейчас на этот телефон я буду переставлять симку здесь уже установлены все приложения которые ему нужны осталось ставить симку и научить папу пользоваться айфоном я не знаю почему я раньше не перевесила свой mood board он у меня висел на балконе несмотря на то что у меня здесь был гвоздик и у меня здесь висела из ниток короче картина которая мне нафиг не нужна я только сейчас догадалась что я могу перевесить mood board посмотрите как круто смотрится Я же его для своей комнаты покупала и так и не повесила. Блин, круто. Мутборд надо немного переделать, потому что у меня очень много новых фоток. Я сейчас немного наклеила, но надо будет его снимать и нормально прям переклеить. Потому что я хочу еще с этого путешествия летнего добавить фоток, где я вон кормлю собачек на горе в Грузии на экскурсии. Я не успела закончить уборку, потому что ко мне пришла Настя, но я вот здесь убралась, здесь убралась, здесь убралась. Это надо еще забрать. Вот это все подчистила, здесь все подчистила, еще осталось вот это. И уже вечером будем вешать гирлянду, как раз она будет намного красивее смотреться. Это мусор, а это надо постирать. Настя ко мне уже пришла, мы попили чай, собрались, сейчас будем выезжать. И поедем в торговый центр, здесь, который у нас недалеко находится. Будем покупать вам подарочки. Очень интересный кадр, тебе понравится. Петухи кричат. Я уделяю всего 20 минут на заработок в день и имею такие тачки и такой доход. Ежедневно 30 тысяч. Свайпите, переходите в мой телеграм-канал. Заработок стоит всего тысячу. Забор, правда, я еще не успела. Забор, как стоит всего тысячу рублей, а купится на следующий день. Все, всем пока, камеру уводим. Заходи, давай, заходи. Настя подарила вот такое вот масло на какой-то праздник, не помню. И, короче, здесь еще... И в общем, оно состоит из какао-масла, и там еще внутри такая шоколадная какая-то бомбочка, короче, из какао. Я ее съела, а потом еще немного масла съела. Масло тоже съела? Да. Вот это прикольно, горячая маска для рук. Я взяла футбол, чтобы вот как-то меня отправили в 50 класс и написать лютая. Еще почти до предела. Эй, йо, у нас Новый год. Давайте-ка на дискотеку Новогоднюю придем. Блин, ну ты-то видишь неплохо, а я прям конкретно. Залон нормальный, симпатичный. Ничего не вижу. Я чувствую себя киком бутовски какой-то. Я уже купила часть подарков вам. Мне еще останется кое-что заказать с залоной, потому что я забыла вчера заказать триггер, наверное, не три. Еще, наверное, я положу какой-то чай из Кантаты из новогодней коллекции, потому что я их просто обожаю. Еще я вам покажу, что я купила. Я не хотела брать эти тросточки, потому что они с сахаром. Ну, блин, они такие классные. Просто я бы их себе повесила куда-нибудь на уши, например. Они просто классно выглядят, поэтому я их взяла. Они стоили по 49 рублей. Я подумала, why not? Дальше для пары вот таких вот носочков. Одни пойдут в один бокс, другие в другой бокс. Их здесь много, и они все новогодние. Еще одни носочки. Они пойдут в бокс, который бокс с носками. Еще я вот в такой индивидуальной коробочке взяла классные какие-то носочки с оленями. Отдельно их почему-то не продавали. Еще две свечечки. Они тоже идут по разным боксам. Одна вот такая вот с корицей. Очень вкусно пахнет. Это тоже в какой-то либо в новогодний бокс, либо в бокс с носками. И еще вот такая вот свечечка белая. Тоже прикольно пахнет. Тоже в какой-то в один из боксов. Все, мы уже покушали в шоколаднице. Сейчас мы еще зайдем за пакетом лаж, который мы там оставили, чтобы не таскаться с ним. И уже поедем. Я дома, и смотрите, как красиво. Еще, конечно, было бы намного красивее, если был снег. Но так мне очень нравится просто какого цвета небо. И так темно. Там еще подсветка на соседнем участке. У нас света нет. Слухайте. Прикольно, да? Еще я сейчас гирлянду включу на балконе. Сейчас свет должен зажечься. Давай! О, да! Включим гирлянду, и будет полный Новый год. Ну что, я обратно возвращаюсь в свою комнату. Я хочу все-таки здесь добираться и повесить гирлянду, потому что она будет офигенно смотреться. Вечером, когда не будет света, будет только вот эта подсветка. Поэтому я очень хочу прямо сейчас повесить и вообще все убрать. Хочу закончить. Но перед этим я вам покажу, что я еще взяла в лажь для вас. Этот пакет из-за чендема вы уже видели. И сейчас покажу, что взяла в лажь. Блин, так все вкусно пахнет. Обожаю лажь. У них просто все офигенно пахнет. Первая это бомбочка. Она небольшая. Если я не ошибаюсь, она с ванилью. По крайней мере, она ею пахнет. Бомбочки это именно то, за что я изначально полюбила лажь. Вернее, даже попробовала его из-за этого. Следующая. Это пена для ванны в виде молочка. Она пахнет просто офигенно. Очень крутая. А, или это мыло. Я не, блин, я не помню. То ли это мыло, то ли это пена. Следующая. Вот такой вот кленделек. Вот это пена для ванны. Пахнет он какими-то такими пряностями. Тоже классная штука. Открываем дальше. Опять же, я не помню, что это. То ли это мыло, то ли это пена. Короче, она в виде такой звездочки. И у него уже более такой сладкий запах. Это новогодняя коллекция тоже. И еще взяла вот такое вот желе для душа толстяк Санта. У меня когда-то было. Правда, не прям такое, а немного другое. В общем, оно очень прикольное. Я вам сейчас открою его. Я не буду его трогать пальцами, потому что оно потом достанется кому-то. Но оно прям желешко. Блин, я сейчас его потрясла. И от него прям запахло. Крутяк. Лаше довольно дорого. Я взяла это даже чуть больше, чем у меня изначально планировал свой бюджет на вот этот именно бокс с лаше. Но там реально очень качественная косметика. Там все, и можно вот эти баночки принести, сдать на переработку. Если ты их приносишь, за 5 баночек тебе дают одну свежую маску. И любые другие тоже их упаковки тоже можно сдать к ним. Я тут пока заряжала камеру, переделала мудборд прям кардинально. Я убрала с него вот эти вот бейджики блогера. Много я сняла, потому что старые фотки. И старого я оставила прям почти ничего. Вот эту штуку я оставила. Это с собачьей выставки, когда я на них ходила. Для меня это как память, когда я очень прям увлекалась собаками. Это прям целый период моей жизни. Дальше хайп кемп, потому что я не могу ее снять. Она мне очень нравится, как она здесь смотрится. Мою собаку Булю, которая очень давно убежала. Я ее просто очень любила. Еще тут одна памятная фоточка. Вот это вот фотка с этого года. Чисто мой муд. Это фотка с дня рождения Марго. Это мои новые знакомства. Я очень хочу, чтобы они были здесь. Здесь Маха, Лиза, Зоя и, конечно, Марго. Вот эти три фотки с Крыма. И мне очень нравится, что они так на одном уровне. Это все какие-то такие, знаете, типа пейзажи. Не мои чисто фотки. Вот это фотки из Турции. Это с Грузии. Это, кстати, все вот это вот с этого лета. Это опять еще Крым. Тоже с этого лета. Это тоже фотки с Грузии и с Турции. Опять же с этого лета. Тут мои билеты. Мне кажется, вот очень круто я придумала то, что вот так вот четыре фотки посередине билеты. В общем, здесь почти все воспоминания с лета о путешествиях. И еще немножечко старых воспоминаний вот этих вот. И чуть-чуть новых. У меня очень много распечаток полароидных фоток, потому что мне их присылают там по бартеру и так далее. И у меня их копится много. Я их вот так периодически меняю. Блин, круто, мне кажется, смотрится. Правда, стол грязный. Моя акварельная вода. Но ничего, сейчас мы будем это исправлять. Фу, все, я убралась. На самом деле я очень встала, потому что единственное, что я не застелила кровать. Надо будет белье спросить маме, какое точно нужно. Короче, я тут все пропылесосила, все протерла и так далее. Сейчас вот надо здесь книжки на место поставить. Я просто снимала. Вот гирлянда. Сейчас будем ее вешать. Вот сюда вот на эти штучки. Все, девчоночки, гирлянда повешена. Все прекрасно. Моя комната убрана. Кстати, я хотела вам рассказать о том, что я хочу сменить свою камеру. Я сейчас снимаю на Canon G7X Mark II. Она у меня уже, по-моему, года два, если не ошибаюсь. И я в последнее время очень засматриваюсь на камеру Sony A5100, по-моему. В общем, она очень популярная серия блогеров. Я у многих у своих друзей видела. Еще у своих новых друзей тоже видела. Маша, которая Love is Masha на нее снимает. Даша Стеллер. Еще, по-моему, когда-то я видела, что у Кирилла Феликса такая тоже была. В общем, все блогеры снимают либо на Canon G7X, который у меня, либо вот это вот Sony Alpha. Я просто думаю об этом, потому что мне очень нравится у нее картинка. Она выглядит более профессионально. Но все-таки есть моменты, которые меня немного смущают. Я пробовала у Маши эту камеру, но там мне не нравится стабилизация, потому что у меня вот эта вот камера очень плавная. Я если ее вот как-то вот так вот потрясу и потом поставлю, то она автоматически будет... Во, видите, у меня даже совпало. Она автоматически делает выравнивание. И вообще, в принципе, на все кадры у нее очень хорошая стабилизация. А у той камеры такого нет. А у меня руки, они же у меня еще вот так вот крюки. Мне будет проблематично что-то снимать, потому что потом это, наверное, будет как-то с помощью монтажа стабилизировать. А мне такое не очень нравится. Некоторые кадры очень сложно стабилизировать. Особенно, когда это какие-то кадры влогов и так далее. Вот. И я прям в замешательстве. Сейчас не знаю, на самом деле, пока как сделать. Потому что покупать G7X Mark III я не очень хочу, так как она, во-первых, почти ничем не поменялась. А во-вторых, все-таки качество картинки. Блин, ну там реально очень крутое качество картинки. Там нет стабилизации. Стабилизация, это единственное, что меня смущает. Именно в той камере. Так бы я, наверное, ее уже купила. Но сейчас у меня, конечно, другие цели там. Но вот в ближайшее время, и она, кстати, намного дешевле. Потому что вот эту камеру мне покупала сестра, когда я еще не зарабатывала столько, сколько зарабатываю сейчас. И она тогда стоила 800 долларов. То есть это дофига. А вот эта вот Sony, она стоит, по-моему, 35 где-то тысяч. Примерно так, вот в минус. То есть она более доступная, и она даже круче. В общем, не знаю, скорее всего, буду смотреть в ближайшее время всякие обзоры, сравнения и так далее. Так, ну у меня сейчас какие планы? Время 9.30, и мне сейчас надо будет закончить свое видео про айфоны, которые выйдет. И вы его уже, наверное, посмотрели. А мне пока что его нужно закончить. Я там, в принципе, все почти смонтировала. Единственное, что у меня там не смонтировано, так это... А, мне надо все склеить и добавить цветкор. Мне, по-моему, даже музыка везде. Кстати, смотрите, как у меня вот это тут светится. Итак, видео закончено. Видите, здесь уже все кусочки. У меня сейчас рендерится видео, и мне надо будет потом его еще отсмотреть. Ну, вернее, последний кусочек, который я сейчас только что домонтировала. И все, буду уже его сохранять, загружать на YouTube, потому что завтра в 12 мне его надо выложить. А теперь время идти в душ. Смотрю себе сейчас чаечек. Все, я уже вышла из душа. Время часа. Мне завтра надо встать по-хорошему. Часов, наверное, в 10. Может быть, даже пораньше. Завтра в воскресенье буду заниматься делами. Еще завтра надо выложить видео, как раз таки, которое вы... Я очень надеюсь, что вы уже посмотрите. Надеюсь, что оно всем понравится, что оно зайдет и так далее. Вот. И что еще? Что еще я вам скажу, девочки? Я тут подумала, что потом уже, когда влогмассы закончатся, где-нибудь в феврале надо снять неделю влогов. Я их снимаю редко, но вы их очень любите. Может быть, в феврале, в январе где-то сниму. Потому что сейчас влогмасс, и не хочу их перебивать неделями влогов. И да, это такой подготовочный влогмасс, потому что... Еще на улице не совсем зима. Как будет совсем зима, будет уже полное погружение в Новый год. Скоро я поеду в твой дом, в Икею, все покупать. Всякие гирляндочки. Еще мне нужно в комнате много чего закончить. Спасибо вам огромное за просмотр этого влога. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если вы на моем канале впервые, буду безумно рада подписке. Также мой инстаграм, где-то вот здесь будет. Желаю вам всего самого хорошего. Всем пока. Бупц, бупц, бупц.